Девушки отдыхают Сотни тысяч деталей и узлов должны работать в унисон, чтобы вывести эту красавицу в космос За ювелирную точность, за слаженность действий всех агрегатов отвечает блок системы управления Вот он, электронный мозг ракеты Его команды управляют ее полетом, следят, чтобы она шла точно, наводят на цель Все это итог работы длиною в 50 лет Верх конструкторской мысли, профессионализм большого талантливого коллектива КОНЕЦ КОНЕЦ Двадцать секунд, давление в камеру сгорания, двигатели в торби 2013 год Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина Одно из крупнейших в России космических предприятий 10 тысяч сотрудников, 45 докторов наук, 4 крупных завода в разных городах России Мощный научно-конструкторский центр Это Пилюгинская фирма сегодня Николай Пилюгин, генеральный конструктор, один из пяти первых соратников Сергея Королева Всю свою жизнь он посвятил работе Не было времени даже написать книгу о себе, да и нельзя было Гриф секретности висел над всеми его делами Здесь я еще молодой, 19-летний слесарист ЦАГИ Тогда я не думал, как сложится моя судьба И даже не мечтал, что однажды возглавлю завод, который впоследствии станет известен всему миру Николай Пилюгин родился 18 мая 1908 года в Красном селе под Петербургом После девяти классов устроился слесарем в Центральный аэрогазодинамический институт знаменитой ЦАГИ Тонкости работы освоил быстро Авиаконструктор Андрей Туполев заметил способного парня По его рекомендации Пилюгин поступил в МВТУ имени Баумана В 1935-м защищает диплом, тема «Жирограф» Гироскопический прибор для измерений угловых скоростей самолета Собирал его уже в ЦАГИ, куда вернулся дипломированным специалистом Вот его первая работа В подарок на день рождения Преподнесли память о начале творческого пути Для Пилюгина этот прибор определил всю его дальнейшую жизнь в науке Он положил начало созданию ракетных гироскопов и систем управления 44-й год, война идет к концу Конструктора Пилюгина переводят из ЦАГИ в оборонное НИИ-1 В отдел систем управления, которым руководит Борис Черток Первое задание — восстановить облик ракеты «ФАУ» Ими Гитлер наносил удары по Британии Англичанам, как воздух, требовались радиосхемы этих ракет Разведка выясняет, что один из немецких ракетных полигонов Располагается на территории Польши Польским агентам, работавшим на Лондон, удается добыть с полигона Несколько ящиков с радиосхемами Путь в Англию в разорванной войной Европе был только один — через Москву Нашим специалистам дали одну ночь на изучение ракетной техники Мы с Пилюгином получили задание вскрыть и посмотреть Но Пилюгин вооружился отверткой, пассатижами А я ему подсвечивал фонариком Надо сказать, что он артистически работал Отвинчивал, завинчивал И пытался вникнуть в существо работы тех приборов Которые были найдены английскими резидентами В 45-м в Блейхроде был создан советско-германский институт РАБЭ — сокращенность немецкого строительства ракет Борис Черток — руководитель Николай Пилюгин — главный инженер В институте работало немало немцев из команды фон Брауна Конструкторов, чертежников и сборщиков Первое, что он попросил, дать ему кабинет И оснастить этот кабинет обязательно комплектом слесарных инструментов Немцы возмутились, как так Господин полковник, если что-то надо делать У нас есть прекрасные механики Но он сказал, нет, я хочу своими руками Я не брал описание техники, не говорил с немецкими конструкторами Мне надо было самому разобрать прибор Чтобы не только понять принцип его работы Но и мысли конструктора Почему каждая деталь сделана так, а не иначе? С самого начала конструктор Пилюгин Сделал ставку на автономную систему Именно такой искусственный мозг Без вмешательства человека Должен управлять железом Результирующий сигнал Преобразованный в бортовых приборах управления Вызывает отклонение рулей В требуемом направлении И ракета возвращается в плоскость стрельбы Меньше чем через год после Великой Победы Бывшие союзники превратились в заклятых врагов Началась холодная война По сути, ее продекларировал Уинстон Черчилль В своей речи в Фултоне в мае 46-го Москва отреагировала незамедлительно В Советском Союзе в срочном порядке Начали развивать ракетную промышленность Курировал это направление Лаврентий Берия Постановление Совета Министров Советского Союза Вопросы реактивного вооружения Гриф совершенно секретно Некоторые его пункты не рассекречены до сих пор Из того, что открыто, ясно В первую очередь готовили специалистов Которые овладели бы конструкцией ракеты Фау-2 Чтобы создать с нуля сложнейшую отрасль В которой производились бы сами ракеты Двигатели для них Стартовые комплексы и радионачинка боеголовок Нужны были профессионалы В разных областях знаний Так появился Совет Главных Конструкторов Совет Главных Это шесть человек Королев, Глушко Пелюгин, Рязанский Бармин, Кузнецов Главным разработчиком ракет стал Сергей Королев По его предложению Николая Пелюгина Назначают главным конструктором Автономных систем управления Команда у Пелюгина была небольшая Тридцать человек Для сборки отечественного аналога Фау Ракеты Р-1 Многие приборы пришлось придумывать И конструировать впервые Именно на этом этапе стало ясно Институту необходимо свое производство Начерченные на ватмане Сложнейшие устройства Надо было не только изготовить, но и испытать Тогда эти три десятка энтузиастов И представить не могли Пройдет полвека И на предприятии будут работать Десять тысяч профессионалов День сегодняшний Специалисты высочайшего класса На высокоточной аппаратуре Готовят первые детали Очередной системы управления Нельзя ошибиться ни на микрон Иначе потом не сработает вся система Мы находимся на фрезерном участке Данного цеха Который занимается фрезерной обработкой Изделий для систем управления Ракетных комплексов В другом цехе Мельчайшие детали Собирают в целые узлы Сотни проводов Напоминают тончайшее кружево К ним крепятся микросхемы Вход сюда Только в стерильной одежде И по специальному пропуску В нашем цехе несколько участков Участок сборки узлов Участок чистовой сборки Где непосредственно производится Сборка наших приборов Также участок датчиков угла И участок заливки В некоторые узлы Заливается специальная жидкость Это будущие детали Поплавковых гироскопов Главных приборов Для точного управления ракетой Тут же их работа испытывается И только после удачного тестирования Они собираются в одно целое Здесь у нас и сборка И регулировка И непосредственно уже выпуск приборов То есть наш цех Конкретно последний Именно на таком заводе Всегда настаивал Пилюгин И был прав Идти к цели пришлось Не один десяток лет Через трудности испытания Поражения и победы Начало 50-х До сих пор атомную бомбу к цели Доставляли тяжелые бомбардировщики Этому моменту Был достигнут значительный прогресс В создании атомного оружия И атомное оружие Реально могло поместиться На ракету Вот Р-5М Это следующий Очень важный шаг В ракету строения В этой ракете Дублировались все цепи Системы управления Иначе нельзя Боеголовка С ядерным зарядом Как назло Неудачные пуски Шли один за другим Вычислительных машин не было Дни и ночи Конструкторы искали ошибку Лаврентий Берия Грозил Пилюгину Вместо ордена Выписать ордер на арест Оказалось Дело в самой ракете Из-за того Что ракеты Очень длинные Тонны Появились Лебания Орпуса Ракеты И система управления Обязана была Это учитывать Иначе Могла Разрушиться Конструкция Ракеты Кроме этого Было обнаружено Еще одно явление Это Лебание Жидкости В баах Горючевая Ислития Решили эту задачу За счет изменения Хардериста Системы управления И исполнительных Органов То есть рулевых машин И раэта полетела 2 февраля 1956 года Модернизированная Пятерка с ядерным Зарядом Штатно ушла С полигона Капустин-Яр И пролетев В полстраны Точно поразила цель На Семипалатинском полигоне Пилюгина Пилюгина Наградили звездой Героя социалистического труда В 54-м Появляются Первые ракеты Для военно-морского флота Страны А потом Пилюгин Включился В работу Над Р-7 Будущей Легендарной Семеркой Р-7 Это разрабатывалась Первая Межантинентальная Раэта То есть Дальность ее Должна была Обеспечивать Не менее Там Десяти тысяч Километров Это была Двуступенчатая Раэта Первой ступенью Являются Боовые блоки По Выработке Топлива Отделялись И дальше Продолжала Полет Вторая ступень После войны Мы создавали Каждый раз Более совершенные Максимально точные И минимальные По весу И габаритам Системы Я думал Над этим Утром Днем И ночью В семерке Система управления Должна была Контролировать Движение Ракеты Автоматику Двигателя И следить За равномерным Расходом Топлива Это был Первый Случай Когда отказались От радиосистем Радиосистема С точки зрения Боевого Использования Ракеты Подвержена Внешним Помехам И поэтому Противник Может нарушить Работу Системы управления И полета В целом 21 августа 1957 года Ракета Ракета Успешно Ушла С полигона И достигла Цели Система управления Созданная Пилюгинцами Сработала Блестяще Проблема Была В другом Головные части Боевые части Которые были Носителями Водородной Бомбы Разрушались При входе В атмосферу Нужен был Перерыв Пока мы Разработаем И отработаем И предложим Новую Боевую Головную Часть Вот этот Перерыв Во времени Королев Использовал Обратился С просьбой Отдать Две ракеты Для опуска Первого Искусственного Спутника Земли С этих Двух Ракет И началось Освоение Мирного Космоса Королев И вся его Команда Работали В бешеном Ритме В обстановке Строжайшей Секретности Это Объяснялось Одним Надо было Первыми Выйти На Околоземную Орбиту 4 октября 1957 Года В СССР Произведен Успешный Запуск Первого Спутника Через 4 года Р-7 Мирное название Восток Подняла На орбиту Юрия Гагарина Впервые Человек Взглянул На свою Планету Из космоса Р-7 Принесла Николаю Пилюгину Вторую Звезду Героя 30 марта 1963 У Пилюгинской Фирмы Наконец Появилось Своё Здание И Название Научно-исследовательский Институт Автоматики И Приборостроения Николай Алексеевич Стал его Директором И Главным Конструктором Советский Союз Активно Осваивал Космос Институт Разрабатывал По 15 Систем Управления Одновременно Это был расцвет предприятия В те годы НИИ Одним из первых Стал применять Гиростабилизированные платформы Бортовые Цифровые Вычислительные Машины Микросхемы И изготавливать Печатные платы Системы управления Протона К Ввели стабилизатор Курса и Тангажа С механизмом Азимутального Наведения 70-е Космическая гонка В самом разгаре Наши конструкторы Разработали Автоматические Станции Для полета На Луну Марс И Венеру Созданная для них Система управления Позволяла Совершать Мягкую посадку За миллионы Километров От Земли Но самое главное Надо было Обогнать Американцев И первыми Ступить На поверхность Луны Для этого Грандиозного Проекта Собрали Уникальный Ракетный Комплекс Н1 Л3 Н1 Это Трехступенчатая Ракетная Л3 Это Лунный Комплекс Который Состоит Из Трех Дополнительных Разгонных Блоков И дальше Был Лунный Орбитальный Арабль И лунный Посадочный Омплекс Мощные Ракетные Двигатели Должны Были Вывести Этот Комплекс На Околоземную Орбиту Затем Курс На Луну В назначенной Точке Лунной Орбиты Посадочный Модуль Уходит К поверхности Луны И совершает Мягкую Посадку Затем Взлет Стыковка С кораблем И возвращение На Землю Все Эти Сложные Операции Должен был Контролировать Человек С помощью ЭВМ На N1 L3 Была Троированная Система По сути Дело Это Три Прибора Дополненные Специальной Логией Специальной Схемой Которая Говорит О том Что Омчательный Результат Будет По Двум Один А Восработанном Аналог Нужны Были Двигатели Которые Поднимут В воздух 800-тонную Махину Таких На тот Момент Еще Не Придумали Поэтому На Комплекс Поставили 30 Небольших Двигателей Была Еще Одна Серьезная Загвоздка Их Не Отработали Заранее На Стенде Просто Стенда Такого Пока Не Было Поэтому Все Ошибки Проявлялись На Космодроме Уже На Первом Пуске Прогорел Четвертый Двигатель Пожара Избежали Чуду Последующие Два Пуска Тоже Оказались Неудачными 23 Ноября 1972 Этот Комплекс В четвертый Раз Поднялся В воздух 107 Секунд Полета И Взрыв Снова Подвели Двигатели Программу Закрыли Параллельно Ученые Конструкторы Института Работали И над Начинкой Для боевых Ракет Центр Пилюгина Создал Систему Управления Для РТ-23 Шахтного И Железнодорожного Базирования Чуть Позже Автономную Бортовую Систему Прицеливания Меридиан Для Межконтинентальных Баллистических Ракет Я Я проводил Дни и ночи На работе Любил по вечерам Сидеть в цеху И паять Это у меня С молодости Увлечение Такое Только в редкие Дни я уходил С работы Раньше Обычного Когда играла Моя любимая Футбольная команда Спартак В августе 82-го Николая Пилюгина Не стало Но созданная Им фирма Продолжала Успешно Работать Благодаря Школе Которую Оставил После себя Николай Алексеевич Пост директора Занял Владимир Лопыгин В те годы Одной из главных Задач Стоявших Перед Институтом Была разработка Системы управления Для советского Космического Челнока Буран Систему управления Мы делали здесь На нее Разрабатывали Это конечно Тоже был Колоссально Трудный Период Времени 15 ноября 1988 Года Байконур В тот день На космодром Надвигался циклон С дождем И шквальным ветром Было объявлено Штормовое предупреждение Время 9 утра Все ждут Посадки Первого советского Шаттла Буран Должен Сесть В автоматическом Режиме Корабль Показался И пошел На снижение Но вдруг Он резко Уходит влево В центре управления Полетами всерьез Обсуждается решение Уничтожить корабль В воздухе Никто не знал Что произошло С автоматикой Но в 9 часов 24 минуты Буран Показался над полосой И совершил посадку Оказывается Система управления Посчитала Сильный боковой ветер Опасным И потому Отправила корабль На посадку Не левым А правым Кругом Автоматика Созданная Пилюгинцами Оценила ситуацию Быстрее И точнее Людей И приняла Единственно Правильное решение Это был Триумф Посадили Ворон Как и положено В автоматической посадке Практически На середину полосы Поэтому Это был Колоссальный успех Но к сожалению Это была Разовая работа Потом Как мы все поняли Аппаратуры Было сделано Очень много Думали Будет продолжение Этот проект Но к сожалению Это у него Успех Уникальные разовые работы Не смогли повторить Даже самые совершенные Системы Американских Космических Челнок Параллельно С Бураном Центр Пилюгина Собирал Систему управления Для ракеты-носителя Зенит Мобильных Межконтинентальных Ракет Тополь И Тополь-М Разработки Пилюгинцев Появились И на комплексе Морской старт Впрочем Даже такие Уникальные разработки Не спасли Космонавтику В кризис 90-х Тогда резко Сократилось Финансирование Многие заводы Встали Снизились зарплаты Уходили специалисты Ракеты Уничтожали Вместе с новыми И совершенными Системами управления Казалось Ни космос Ни армия Никому не нужны Крыши все худые Отопление Система разморожена Значит Люди ходят В телогрейках В валенках В общем-то Была введена Процедура банкротства Внешнее управление На предприятии Не выплачивались Зарплаты По 3-5 месяцев Мы перестали платить Бюджетные И внебюджетные Фонды Но центр Пилюгина Так он стал Называться В 97-м Продолжал Работать Сказалось Преимущество Собственной Производственной Базы Да и слишком Высок Авторитет Фирмы Чтобы остаться Без заказов Именно Именно в те годы Активное Активное Нежелание Молодежи Работать На производстве Кризис Не миновал И пилюгинскую Фирму Новый директор Понимал Школа Это конечно Хорошо Но чтобы остаться Востребованными И конкурентоспособными Нужна талантливая Молодежь Вот за эти 10 лет В два раза Увеличилось количество Молодежных специалистов Они идут И на производство Они идут И в технологи Они идут Ну уже Там В конструктора И прочее Затем обновили оборудование Закупив только Лучшее И самое точное Можно только вдуматься За эти цифры Но Толщина волоса человека От 20 до 40 микрон А здесь Предъявляемые точности К изделиям такого типа Составляют 5 микронные Поля допусков Оборудование Снащено Множеством датчиков И плюс к этому Конечно же Высокий профессионализм Рабочий Казалось бы Все что надо Есть Но необходимо Было идти дальше Развиваться И пилюгинцы Предложили создать Интегрированную Структуру Из тех заводов Которые раньше Работали на космос Центр выступает Как головной разработчик Три предприятия Филиалы Завод проходил Перевод Второго рождения Можно сказать так И когда пошли Заказы То Ефим Ленин Межридский Принял решение Начать загрузку Нашего завода И потом мы Вошли в состав Нашего объединения Сложнее шли Переговоры С саратовским Заводом Корпус Он Образно говоря Уже лежал На боку Корпус имел На тот период Очень существенные Долги Не исключалось Допустим Корпус там Вливается В успешные Предприятия В ГУПНПЦАП И тащит На дно Думали Прикидывали Просчитывали Все риски И рискнули Вложили деньги Выплатили долги Решающую роль Во всех дальнейших Процессах Спасения Предприятия И его дальнейшего Развития Конечно Сыграл В ГУПНПЦАП В первую очередь Его руководитель Ефим Леонидович Межирицкий Третьим филиалом Стал завод Звезда В Тверской области Здесь В свое время Под руководством Королева Работали над Трофейными Фау-2 Когда создана Была Интегрированная Структура Первые слова Ефима Леонидовича Были Мы Вместе Мы Единое Целое Вместе с НПЦ Автоматики И приборостроения Эти предприятия Превратились В мощную Научно-производственную Структуру За это время Была создана Система управления И для ракетного Комплекса Ангара С универсальными Приборами ПВ-300 Это Трехосный Гиростабилизатор Основной команды Прибор системы управления Ракеты-носителем Сегодня Идет работа Над системой управления Тяжелой ракеты Ангара А5 Она будет летать На экологичном топливе И выводить в космос 25 тонн груза Это значит Что ее подъемная сила Больше чем У проверенного Протона Там Одна платформа Системы управления Не три Одноплатформы А одна Но с Мажоритаром В электронике Электроника Опять сделана По варианту Два из трех Современная Вычислительная Система Бисер-6 Как говорят На предприятии Бортовая Вычислительная Машина Бисер-6 Расползлась По всей ракете Это конечно Шутка Но с долей Правды Новую ЭВМ Устанавливают В разных блоках Ракеты Чтобы контролировать Все ее системы Параллельно С Ангарой Уже разработаны Новейшие системы управления Для боевых комплексов Ярс Торнадо И Искандер Эти предприятия Занимаются Системой управления Ракет-носителей Разгонных блоков Баллистических ракет Стратегического назначения Ну система управления Это мозг Вот как У человека мозг Вот так Система управления Для ракет Именно Как она решит Так ракета и летит Поэтому для нас Это предприятие Несмотря на то Что не в первой Кооперации Оно является ключевым Мы очень ценим Тот труд Тех людей Которые там работают Те достижения Которые у них есть И все же Именно за кооперацией С другими производствами Будущее В свое время На НПО имени Лавочкина Создали разгонный блок Фрегат Пилюгинцы Установили на него Свою ЭВМ Бисер-6 Которая как раз Управляет Всеми его функциями Решает В какое время Надо включить двигатели Каким боком Повернуться к Солнцу В какой момент В какой момент Один спутник Сбросит Второй Третий В систему управления Введена Система Автономной Навигации Можно Развести Целую группу Спутников Каждый На свою Орбиту И вот именно Вот эта вся логика Вся эта Так сказать Интеллект Весь он заложен Как раз В этой системе Управляет Эдакое Спутниковое Такси Стало возможно Благодаря Придуманной Пилюгинцами Инерциально-спутниковой Навигационной Системе Уже со старта Она следит За траекторией Движения Ракеты После отделения Разгонного блока В случае Каких-то ошибок Корректирует Полет И идет Уже По заданному Маршруту В те точки Куда нужно Доставить спутники По выходе На ту или иную Целевую орбиту Предназначенную Для эксплуатации Того или иного Космического аппарата Значит Двигатели Разгонного блока Выключаются Происходит Отделение Космического аппарата В это время Разгонный блок Если ему нужно Выводить Следующий спутник Опять включает Свою двигательную Установку Меняет Орбиту Первый пуск Фрегата С этой системой Управления Состоялся В сентябре 2009 За три года Уже сделано 20 пусков И это немало Даже опробовали Возможность Вывести На орбиты Максимальное Количество Аппаратов С европейского Космодрома Куру Фрегат Стартовал С шестью Спутниками Тот резерв Точности Который она Дает возможность Достичь Позволяет Вообще говоря Строить И по-другому Орбиты Выведения Прямо На те точки Стояния На которых Космические аппараты Должны выполнять Свои Целевые Задачи Точность Удивительная Расхождение Лишь в Несколько Метров Благодаря этому Спутники Работают Гораздо Дольше Им не приходится Тратить энергию На корректировку Орбиты А это уже Удобно И выгодно Заказчикам Чем больше Аппарат Работает На орбите Тем выше Прибыли На земле За последние Десять лет Проведены 250 Пусков Ракетно-космических Комплексов И боевых Ракет С системами Управления Центра Пилюгина Неудачным Был лишь один Да и тот Испытательный Серьезный Показатель Надежности Сегодня у предприятия Твердая почва Под ногами И реальная Программа Развития На годы Вперед У нас Создана Комплексная Программа Развития Нашего Объединения До 2020 Года Где Расписано Разложено По полочкам Каждый год И в соответствии С этой Программой Которая Утверждена Руководителем Роскосмоса Мы работаем Сейчас Впереди У Союза Четырех Заводов Внедрение Бесплатформенных Инерциальных Систем Чтобы остаться Конкурентоспособными Чтобы заказы Доставались Отечественной Промышленности Белюгинцы Намерены Развивать Микроэлектронику И создавать Устройства На основе Твердотельной Технологии Но для реализации Этих идей Нужно не только Современное Оборудование На еще и Желание Я бы им пожелал Чтобы исполнительская Дисциплина На предприятии Была на самом Высоком уровне От этого Все зависит Как будет Построена Вся работа А руководителям Руководителям Пожелал бы Чтобы они Очень внимательно Относились Своим подчиненным Чтобы у тех Было большое Желание Приходить на работу И как можно Позже Уходить с ними 50 лет Много это Или мало Наверное Для предприятия Которое На острие Прогресса Все же Не мало Главное Считают Здесь Идти вперед И не бояться Новых высот Тем более Когда за плечами Имя Николая Пилюгина И его школа Им просто Суждено Быть лучшими Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...